Дорогие, как мы определяем нашу идентичность? Как мы определяем кто мы? Есть в греческом В греческом языке есть слово тавтодито. Тавтодито это не просто документ, это твоя идентификация, то есть кто ты. В английском языке тоже есть слово identity, то есть твоя идентичность. Идентичность это кто ты. И как мы определяем нашу идентичность? Иногда, вот когда ты, например, знакомишься с человеком первый раз, и ты можешь сказать, меня зовут Федя, я Леня, вот очень приятно, я служитель церкви, я директор такого-то служения, ты скажешь, а я учитель, я профессор или еще кто-то. То есть мы сразу себя идентифицируем с какими-то делами, с какой-то деятельностью. Я говорю, я пастор, я директор или еще кто-то. То есть я сразу представляюсь и выдаю себя на основании того, что я делаю. Но вопрос мой, на самом ли я делаю то, что я делаю. Очень часто, к сожалению, я верю, что это неправильно, неправильное мышление, что мы ассоциируем себя, идентифицируем себя на основании вот этих дел. И иногда вот, ну, на кого-то это производит впечатление, да, там, когда я называю свои титулы, там, звания, там, погоны, да, дипломы и так далее. На кого-то это может произвести впечатление. И в принципе я действительно имею это все, это все присуще мне. Но это все еще не идентифицирует меня как человека, как личность. Понимаете? Потому что, в принципе, вы же можете найти такого же, ну, еще одного там пастора, еще одного директора, еще одного там магистра или профессора или еще кого-то. Тоже с такими же званиями. Но это же не значит, что он точно такой же, как вы. Правильно? То есть идентичность, она намного глубже. И идентифицировать себя на основании дел – это неправильно. Наоборот, наша идентификация должна определять дела, которые мы делаем. Но сама идентификация наша, сама наша идентичность откуда должна браться? Мы должны понимать, кто мы есть, да. И вот эта идентичность, о которой мы сегодня будем говорить – это кто я есть на основании того, что Бог обо мне говорит. На основании того, от кого я произошел и кому я принадлежу. Знаете, когда в древности знакомились с кем-то или видели какого-то человека, спрашивали – ты чей? Холоп, ты чей? То есть, по сути, не интересовало, кто ты именно сам по себе, но чей ты? И уже в зависимости от того, чей ты, тебе будет отношение. Если ты там холоп уважаемого барина или какого-то раб уважаемого господина, соответственно, к тебе будет и отношение уважительное. А если ты какой-то там холоп, какого-то еще холопа, то, соответственно, к тебе такое будет отношение. Когда мы говорим о нашей идентичности, дорогие друзья, братья и сестры, откуда мы должны взять эту идентичность, откуда мы должны узнать? На самом деле, нам очень важно знать, кто мы. Потому что, если мы не знаем, кто мы, мы не знаем, чьи мы, и мы не знаем вообще, кто мы такие, чем мы обладаем. То, о чем мы говорим с этого года, с начала января, о вхождении в наследие святых, в наследие сынов. Вхождение в наследие сынов. Если ты не поймешь, что ты сын, если ты не поймешь, чей ты сын, то ты не поймешь, что это за наследие, которое тебе подарено. Поэтому сегодня я хочу с вами немножко поговорить по поводу нашей идентичности, или идентификации, не знаю даже, как правильно это, более правильное слово. То есть поговорим о том, как нам научиться себя правильно идентифицировать, определять себя как личность. Потому что многие бедствия вообще в жизни человека, многие бедствия даже в масштабах Вселенной, в масштабах международных, глобальных, они происходят из-за того, что человек не понимает, кто он. Сейчас вы можете почитать разные статьи о том, как, например, в некоторых странах Европы, особенно в Великобритании, мне попадалась какая-то статья, что увеличилось число самоубийств юноши до молодого возраста у тех, кто поменял пол. Ну, знаете, был мальчик, захотел стать девочкой, поменял пол, или наоборот, была девочка, захотела стать мальчиком, поменяли пол. И вот среди вот этих подростков, молодых людей, очень повысился большой процент самоубийств. И вопрос, когда начали разбирать, как раз причина этого всего, это кризис идентификации, кризис идентичности, кризис личности. То есть, когда человек запутывается сам в себе, запутывается, а кто я? Я вообще мальчик, девочка. То есть, я, по идее, родился мальчиком, но вот я захотел стать девочкой. То есть, у них, ну, понимаете, психика настолько извращается, психика настолько искореживается, искажается. Вот человек настолько входит в тупик, понимаете, он заходит в тупик, даже не понимая, не может дать ответ самому себе, да кто же я такой? И вот, когда человек не может найти этот ответ, кто я такой, он не видит смысла жизни. Если ты не знаешь, кто ты, соответственно, ты не поймешь смысл жизни. Для чего ты? Если ты не поймешь, что ты дитя Божье, если ты не поймешь, что ты сын, дочь Бога, соответственно, ты не поймешь своего высшего призвания, высшего назначения. Ты будешь всю жизнь тогда маяться и не понимать, а что я вообще здесь живу? Просто поесть, попить, поспать и все. То есть, кризис идентичности – очень серьезная проблема. И я вижу, в христианском мире это тоже серьезная проблема. Например, когда речь заходит, к сожалению, эта тема, она такая животрепещущая, когда речь заходит в церквах, когда говорят, допустим, о национальностях, о различных национальностях, или какую-то нацию говорят, что это плохая, а это лучше нация, этот народ ниже, этот выше, я вообще не понимаю этого. Вы знаете, что в гитлеровской Германии, когда Гитлер пришел в власть, и его поддержали очень многие христианские церкви. Еще до того, как он начал нападать, захватывать территории, его политику именно поддержали. Он говорил о том, что немецкая арийская раса самая высшая, и почему-то христианские церкви его поддержали. И потом, конечно, да, многие, конечно, потом поняли, к чему это привело, видели результаты, и хаялись, слава Богу, что сожалели о том, что поддерживали свое время. Но смотрите, когда мы идентифицируем себя или по национальному признакам, или по политическим убеждениям, или еще по каким-то вещам, по социальному статусу, то это вообще неправильная идентификация. И мы вот этой идентификацией сами себе выстраиваем стены друг перед другом, между друг другом. Когда мы идентифицируем себя по каким-то другим критериям, но не по Христу, мы сами себя убиваем, дорогие. Мы убиваем тело Христово, мы разрушаем тело Христово. Поэтому, когда речь идет об идентификации, нам нужно зреть в корень, нам нужно увидеть, кто мы изначально в глазах Божьих, и изначальный план Божий понять, понять, что мы изначально отошли от этого плана, но потом Бог нас вернул через Иисуса Христа и опять вернул к чему? Мы должны это узнать. Мы должны это узнать. И ни в коем случае не полагаться на свою плоть. Понимаете, вот это все, когда человек пытается себя идентифицировать по национальному признаку, по, допустим, степени образованности или по, например, достижениям каким-то, по политическим убеждениям, по, не знаю, родословным каким-то человеческим. Если ты себя идентифицируешь по всем этим критериям, то это все по плоти, это все сфера плоти, понимаете? По плоти мы все можем быть разными, да? Кто-то из благородного рода, кто-то из менее благородного рода, кто-то там с большим количеством дипломов, кто-то с меньшим количеством дипломов, у кого-то звезды на погонах больше, у кого-то звезд меньше на погонах. То есть это все человеческие изобретения, человеческие мерки и человеческие масштабы. И все это прах в Царстве Божьем, понимаете? Все это прах. Люди этим хвалятся, люди этим возвышаются. В глазах Божьих это прах. Хорошо, когда мы приписываем все наши достижения, какие-то позитивные моменты, плоды, когда мы приписываем Богу, говорим Господь, да, я благодарю Тебя за то, что у меня это есть, за то, что эти погоны я получил, но это вся слава Тебе, моего ничего нет, поэтому я не могу выделять вот это и отличать себя от других, вот это. Это на уровне плоди. Апостол Павел когда-то выдал очень хорошую фразу в послании к римлянам, 7 глава. Седьмая глава послания к римлянам. Апостол Павел пишет, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, на этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Я на 18 стихе больше хочу становиться. Это утверждение. Павел говорит, я знаю. Он не говорит, что я там предполагаю, мне так кажется, я ощущаю так. Он говорит, я точно знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй. Это Павел сделал вывод очень серьезный. Это при том, что апостол Павел, даже будучи фарисеем, будучи гонителем церкви, он о себе вспоминает и говорит, я служил от чрева матери моей, я служил Богу с чистой совестью. Представляете? Павел вспоминает и говорит, что он служил с самого юности моей, да там с детства, от чрева матери, я служил Богу с чистой совестью. То есть даже когда он убивал Стефана, ну когда убивали, он там сторожил одежды. Даже когда он участвовал в гонениях, голосовал за убийство христиан, он говорил, делал это с чистой совестью. Представляете? Но потом он говорит, я поступал так по неведению, в неверии. То есть он теперь признается здесь. Здесь я вижу, я знаю, он говорит, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй. Дорогие, вы знаете, что это не только Павел о своей плоти здесь говорит. Я не знаю, пришли вы ли лично, каждый из вас, пришли ли лично вы к этому выводу. Дай Бог, чтобы пришли все. Я могу сказать про себя, я пришел к этому выводу. Не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. Я как Леня, как Владимирович, как Адамович, я там как по национальности такой-то, я по таким-то убеждениям. Я осознаю, что в этом нет ничего доброго. Во моей плоти нет ничего доброго. То есть вот по плоти, по плоти, это мы из праха сделаем, из праха земного мы сделаем. И что там доброго? Господь сказал, ты прах, из праха ты взят и в прах возвратишься. Элементы земли в нашем теле есть, есть. Вот такие же элементы в земле есть. Это прах, откуда пришел, туда и уйдет. И что там такого? Ну чего, ты даже земле ничего не добавишь. Никакой пользы. Кстати, знаете, да, от человека в плане экологии минимум пользы. От любого другого животного намного больше пользы в плане экологическом. Ну, некоторые животные дают даже лучше удобрения, чем человек. Поэтому Павел говорит, вот Павел приходит к этому выводу. Я верю, что это откровение, это серьезное откровение, нам надо это понять. Во мне по плоти нет ничего доброго. Все, это точка. Поэтому он дальше говорит. Он дальше говорит. 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот каждый человек, он по плоти, что-то, что-то, кто-то, да, там, по плоти, рожденное от плоти, есть плоть. И каждый человек думает, до определенного момента думает, что он знает что-то по плоти, что в нем что-то есть доброе. Ну, как же, вот в нем, там, характер хороший, да, там, добрый, позитивный. Ну, правда, иногда, там, взрывается, матюкается, да, там, тарелками бросается. А так вообще добрый, да. Да, когда треслый, да. А так, да, вообще, милая душа. Ангел. Когда спит, ангел, да. Зубами к стенке, если спит, ангел. То есть мы говорим, ну, иногда это шутку, как бы, переводим. Мы понимаем, что на самом деле, да, ты можешь найти там позитивные какие-то, может, таланты у человека есть, способности есть, да, там, мозги хорошо работают. Но если бы Бог тебе не дал этого всего, и то, смотрите, сколько людей умных, талантливых, способных, грамотных, сколько состоят на службе дьявола, сколько умных, способных, образованных людей просто служат силам тьмы, а некоторые сознательно, некоторые не сознательно. Просто суть даже не в том, какой набор в тебе талантов, какой набор в тебе способностей, а куда эти способности ты употребляешь. Я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй. Дорогие, то есть Павел говорит, он сейчас рассматривает себя не на основании дел, смотрите. Он не рассматривает себя сейчас. Он на основании дел, он говорит, помните, он в послании к филиппийцам говорит, да, он в послании к филиппийцам говорит, смотрите, я вот на основании плоти, вон, третья глава филиппийцам. Кстати, телефоны, вот я забыл предупредить, это тоже, кстати, один из моментов, которые, ну, пожалуйста, следите, следите, отключайте их, звук отключайте. Не хорошо это, не хорошо. Павел говорит, в третьей главе филиппийцам, с четвертого стиха я прочитал, он говорит, есть там люди, которые надеются на плоть, да? Он говорит, хотя и я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более должен был надеяться на плоть. «Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от еврея, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной». Смотрите, вот он говорит то, что, он сейчас рассматривает себя по плоти. Смотрите, вау, такая родословная у него, он может там свою родословную дойти до царя Саула, да, из колена Вениаминова. То есть, его имя даже Саул, это еврейское имя Саул, точно такое же имя, как у Саула царя, Саул, да, его звание, греческое произношение Саул, Саул. Так вот, он говорит, я, по идее, должен был надеяться на плоть, более чем все остальные, по правде законной и непорочной. То есть, вот по делам, по тем поступкам, по тому, как я старался жить правильно, я по правде законной и непорочной. И теперь дальше он говорит, но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел чьитою. Да и все почитаю чьитою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, я уже, вот, когда открылся мне Христос, ради Христа я все почел чьитою. То я понимаю, что все вот это пустота, вот это все прах. То, что я назвал, да, преимущество, то, что я думал, что это преимущество, это все прах. Ну, он говорит, чьито, там, по-гречески, зимья. Зимья, то есть даже это ущерб какой-то. Да и все почитаю чьитою, зимья, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. Для Него, то есть ради Иисуса Христа я отказался от всего, что вот это вот было у меня преимущество. Дорогой брат, сестра, вот ты мог бы отказаться от всего ради Христа? Я не имею в виду сейчас, не хватайся за свой кошелек, за свои шубы, или за свои шапки и тупни. Я имею в виду от вот этих вот преимуществ, которые Павел называет родословные какой-то там, дипломов, погон каких-то. Готов ты отказался от этого, ради Христа. Вы помните, в прошлый раз мы читали, вспоминали притчу о блудном сыне, и там, когда в конце старший сын приходит, он возмущается, что отец принял своего младшего сына и радуется этому. А отец говорит, сын, да как же так, ты же всегда со мной, он говорит, и все мое твое, все мое твое. Вот эта фраза, все мое твое. Дорогие, вот знаете, почему вот этот старший сын не видел, не понимал, что все папина его? Знаете, почему? Мне так кажется, это мое, может быть, мое размышление такое. Да потому, что он никогда не считал свое папиным. Он говорил, я заработал, я пахал, я там трудился, я ни разу не нарушил там твоего приказания. То есть я, вот у меня есть какие-то заслуги, у меня есть какие-то достоинства, у меня есть, да? То есть у меня есть что-то мое, но это не твое. Понимаете? У меня есть что-то мое, но это не твое, папа. А папа говорит, ну если ты не понимаешь, что все твое, мое, то ты не поймешь, что все мое, твое. Когда-то Иисус молился, давайте посмотрим на молитву Иисуса в Евангелии от Иоанна. Евангелие Иоанна, 17 глава. Десятый стих я пока прочитаю, будем, может, несколько еще стихов посмотреть. Вот здесь молитвы, это 17 глава, это молитва Иисуса. Ее называют иногда первосвященническая молитва. Он молится за себя, он молится отцу, он молится о себе сначала, первые несколько стихов. Потом он говорит о своих учениках, об апостолах. Из 20 стиха он говорит о всех верующих в него. В 10 стихе он, обращаясь к отцу, говорит, «И все мое твое, и твое мое». Смотрите, вот у Иисуса такое было отношение. «И все мое твое, и все твое мое». Вот это отношение Сына, смотрите, Христос, Сын в доме Отца. И Иисусу, ну, можно чуть раньше посмотреть, да, например, с 6 стиха. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили слово Твое». Видите? Он говорит, «Ты, это были Твои люди, да, и Ты дал их мне». «Это не мои люди», он говорит, «Это не мои люди, это Ты дал их мне». Он мог бы сказать, «Это мои люди, это мои апостолы, мои ученики». Видите, какой я классный учитель, видите, какой я великий учитель. Смотрите, только сказал одному, следуй за мной, он пошел за мной. Смотрите, какой я великий учитель. А Иисус говорит, «Да нет, это не мои люди, это Твои люди, но Ты их мне дал». Дорогие, если ты что-то имеешь, то это ты получил. Павел говорит, что вы хвалитесь, как будто не получили. А если получил, то что хвалишься, как будто не получил. То есть Иисус, даже сам Господь, смотрите, сам Иисус. Иисус, мы когда-то говорили о Рождестве, буквально месяц назад мы говорили о Рождестве Христа, и мы вспоминали, что Иисус прошел все стадии от зачатия, беременность, и родился как ребенок, обычный ребенок. И Он пришел в этот мир голышом, ногим, как и все дети. Он не пришел уже в царской одежде, с короной. Он пришел как все дети, ногой пришел в этот мир. И вот Он же, мы понимаем, Он Бог, мы сейчас не оспариваем Его Божество ни в каком случае. Он Бог, Он Бог, явившийся во плоти. Но Он также сто процентов человек, правильно? И вот как человек, Он пришел в мир голый, без ничего, без ничего пришел в мир, как ребенок. И Он понимает, что в этом мире Он будет иметь только то, что даст Ему Бог, только то, что даст Ему Отец. И вот здесь Он говорит, даже люди, которые у меня есть, Он говорит, это твои люди, ты мне их дал. И Он потом говорит, слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели, что я и шел от тебя, и веровали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Он повторяет эту мысль несколько раз. Эти люди, эти ученики, которые стали близки для меня, я им передал твои слова. Опять Он говорит, я им передал твои слова. Он говорит, я не передал им свои слова, не передал им свое учение. Он говорит, я передал им то, что ты мне сказал передать. Видите, опять, опять. Людей ты мне дал, слова ты мне дал, что им сказать. Иисус говорит, да у меня ничего нету своего, все мое твое, и все твое мое. Дорогие, вот к этому мышлению я сейчас вас подвожу. Мы последний раз говорили о мышлении сынов. Мышлении сынов. Если мы хотим входить в наследие, если мы хотим пользоваться наследием, то есть пользоваться тем, что папина, да, если ты хочешь, чтобы папина стала твоим, открой глаза и увидь, что оказывается все твое уже его. Признай сначала, что все твое его. Дорогие, я, может быть, особенно благословлен, я это признаю, смиренно перед Богом. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Господь нас благословляет много всякими, многими благословениями. И я, знаете, что понимаю, что ни одного из этих благословений я не заслужил. Ни одного. Я понимаю, что то, что у меня есть, это то, что мне дано. То, что мне дал Отец, то, что мне дал Бог. Поэтому я точно говорю, Господь, все мое, Твое. То, что у меня есть, это Твое, на самом деле, это то, что Ты мне дал. Дорогие, вот смотрите мышление, да? Христос говорит, все мое, Твое и Твое мое. Когда мы в завете с Богом, завет подразумевает, вот такие отношения, завет подразумевает, что все Твое становится моим, все мое становится Твоим. Когда два человека, допустим, мужчина и женщина заключают брачный завет, по идее, вот такие должны быть отношения. Все, уже нету там. Это мой кошелек, а вот тут Твой кошелек, да? Это мой банковский счет, это Твой банковский счет. Это моя комната, это Твоя комната, да? Твое, это мое, мое, это твое. Дорогие, ну, мы, понятно, уже распределяем, да, там какие-то, кто-то одними инструментами больше работает, кто-то другими, роли, потому что у всех друг у друга, ну, разные роли у мужчин и у женщин. То же самое и здесь. У нас, понятно, у каждого будут свои функции в теле Христа. И, соответственно, тебе будет принадлежать что-то отличающееся от того, что принадлежит. Хотя нам всем принадлежит наследие во Христе. Нам все, все наследие наше. Но каждому будет даваться в зависимости от того, какое у тебя призвание, какое у тебя служение, да, какая у тебя миссия, какая у тебя функция. Допустим, печени нужны немножко другие свойства, чем почка, да? Глазам другие немножко свойства, чем ушам. То есть, есть отличие именно в функции. Но все органы в теле питаются одной и той же кровью, да? Кровь питает все органы кислородом. То есть, дорогие, нам все принадлежит во Христе Иисусе. Наше наследие полностью наше во Христе Иисусе. Мы стали наследниками Божьими, самоследниками Христу. Но, чтобы ты мог сказать, Папа, твое это мое, пойми, что твое это его. Если что-то еще у тебя есть в жизни, что ты не отпустил, что ты сказал, нет, вот это мое, нет, это точно, это я сам достиг, это я сам заработал, это точно мое, не отдам. Ну смотри, если не отдашь, оно куда-то пропадет, причем пропадет очень внезапно и пропадет без результата. То есть, оно не принесет никакого плода. И наоборот, даже отнимет у тебя часть тебя. То, что не от него пришло, обязательно уйдет. И еще, может, оторвет кусок тебя. То есть, смотрите, вот эта вот фраза, да, все мое твое и твое мое. Господь, я не хочу ничего не твоего. Вот это интересная молитва, да. Господь, я не хочу ничего не твоего. И ничего не своего. То есть, смотрите, оказывается, вот, если я чего-то молюсь, прошу чего-то, я должен ожидать и верить, что придет именно то, что мое. Оно уже мое. Оно должно прийти. А если оно не пришло, значит, оно и не мое. А если оно пришло, то оно не мое, оно его. Запутал? Дорогие, это еще одна бомба такая вот для наших мозгов. Вот попробуйте, попробуйте поразмыслить. Особенно вот, когда вы говорите, что там мое, мне, это мое. Вот просто переключитесь и сразу сами себя спросите. А реально это мое или это его? И оно стало моим, потому что он мне дал. Аминь. Помните, Павел, Павел когда-то написал, мы когда изучали, второе Коринфянам мы изучали, по-моему, в шестой главе там Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. То есть, вот все, на самом деле, все, все, что тебе надо, у Папы есть. И все, что тебе дано от Папы, это твое. Но оно на самом деле не твое, оно и не твое. Дорогие, вот, вот это мышление, да, мы говорим о мышлении в последнее время. Как бы нам это, как бы нам это пробить? Вот Павел говорит, я вижу, да, я знаю, он говорит, что нет во мне, то есть, в плоти моей, ничего доброго. Но мы все-таки иногда приписываемся, знаете почему? А потому что, опять же, мы себя идентифицируем иногда не по тому, от кого мы произошли или кому мы, дожили, а от того, чем мы занимаемся, от чего мы достигли, что мы делаем. То есть, мы связываем свою идентификацию с делами. И вот я напомню еще одну притчу, которую Христос привел. Это Луки 18 глава. Луки 18 глава. Там он привел такой пример, когда два человека вошли в храм помолиться. Один мытарь, а другой фарисей. Я читаю с 10 стиха. Луки 18, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Что дальше? Мытарь. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но удаляя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешник. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, более нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот красивая иллюстрация два человека приходят в храм, вот они оба перед Богом стоят, Парисей молится, Боже, благодарю Тебя, начало хорошее, да Боже, благодарю Тебя. Хорошо, что благодаришь. А за что благодаришь? За то, что я не такой, как прочие люди. Когда ты начинаешь себя сравнивать с кем-то, и видеть, что ты лучше кого-то, вспоминай вот эту молитву Парисея. Когда ты себя сравниваешь с кем-то и думаешь, что ты лучше, не факт, что ты лучше, потому что в конце Христос говорит, вот этот более оправданный черток. Смотрите, Он говорит, я благодарю Тебя за то, что я лучше других. я, смотри, как он говорит, я не такой, как прочие люди. Вообще прочие люди. Вообще вот тут собрался, прочие люди. Спасибо за то, что я не такой, как они. Представляете, то есть, ну, я не знаю, еще и благодарит Бога за то, что ты, ну, хорошо, ты можешь сказать, что ты уникальный. На самом деле, ты можешь сказать, что ты не такой, как прочие люди в плане уникальности, но ты не лучше других людей. Павел говорит, я не лучше, я не нахожу в плоти моей вообще ничего доброго. По плоти я не могу сказать, что я лучше кого-то. Хоть у меня погоны уже там генеральские, я не могу сказать, что я лучше. Этот же говорит, спасибо, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Смотрите, я мог бы быть грабителем? Мог, а я не стал. Видите, какой плюс у меня? Я мог бы быть прелюбодеем, но не стал. Видишь, уже мне плюсик. Я мог бы быть обидчиком каким-то, или как этот мытарь, но я не стал. Видите, то есть я лучше, я лучше, я духовнее, я ближе к Богу. Я благодарю тебя, Господь. А Господь удивляется, подожди, кто тебе сказал, что ты лучше? А кто тебе сказал, что ты лучше? Да. Один брат, может, некоторые его знают, с Киева, я не буду называть его, с Киева один брат, очень такой, с интеллигентной семьи, сам очень умный, образованный, два высших образования, бизнесмен, зарабатывает хорошо, семья классная. Он говорит, до определенного времени, он говорит, я думал, что я вообще тут чуть святое, я вообще удивлялся, что мне надо каяться, когда он услышал Евангелие, кто-то его сказал, тебе надо покаяться, что мне каяться, я там, ну, говорит, разве что вспоминал какие-то грехи, разве что там пару раз бесплатно проехал там в трамвае или в троллейбусе, там не заплатил. Я думал, что вот это мой самый страшный грех, был, что я не заплатил в трамвае там за проезд. И говорит, когда начали к нам приходить в церковь, приходить люди, ну, бывшие зэки, там бывшие заключенные, начали приходить, и они каялись. кто-то там был конченным наркоманом, да, кто-то пьяницей, там, алкоголиком, кто-то там преступником, совершил какие-то серьезные преступления. И эти люди приходили, сокрушались, каялись, плакали, приспросили прощения у Бога, обращались за спасением к Богу. Он говорит, вот это им, он как бы сначала думал, это им надо покаяние, вот таким, вот таким надо покаяние. А я, что там я там пару раз, и говорит, но потом, через несколько лет, он говорит, это как было, как гром среди ясного неба, Бог не показал, что я хуже их. Вот когда я так думал, он говорит, что я лучше всех, а Бог не показал, вот духовными глазами, он показал, я увидел себя, что я намного хуже. И говорит, мне покаяния даже нужно было больше, чем ты. Смотрите, вот эти фарисеи, которые себя считали праведными, там, такими, религиозными, да, благочестивыми, на самом деле, им покаяние нужно было даже больше, чем мытарям, грешникам, блудницам. Но Христос говорит, вот они вперед вас в Царство Божие идут. Именно блудницы, мытари, да, идут вперед вас в Царство Божие. А почему? Да потому что они уже в явном грехе живут. Им просто уже, ну, ни от кого не скроешь, да, что они грешники. Поэтому им легче и каяться. А тот, кто маскирует себя за масками, там, за одеждами, да, за вот этими повязками, хранилищами, да, там, рясами, крестами, вот тем сложнее покаяться. Им сложнее самим понять, что они грешники, что они нуждаются, точно так же нуждаются в покаянии, как и тот же наркоман или проститутка. Смотрите, он говорит, то есть, мало того, что смотри, Господь, какой я у тебя, я не стал там, не стал грабителем, обидчиком, прелюбодеем или таким, как этот мытарь, я не стал, видишь, я удержался, я сдержался. Но, еще добавляю, смотри, что я еще делаю, два раза в неделю пащусь, ты в курсе, что они не пастятся, они жрут каждый день, по три раза в день. Даю десятую часть из всего, что приобретаю, еще и десятину отдаю. То есть, смотрите, у него четко, да, Господь, девять десятых это мое, десятая, одна десятая это твоя. Вроде по закону все правильно, да? Он не говорит, что все мое, твое, он говорит, десятая часть твоя, а девять десятых это мое. Ладно. То есть, он, он, смотрите, он пытается показать, что что-то в нем хорошее есть. Смотри, я же не такой же, я же не такой поганец, да? Я еще и хороший, я еще кое-что хорошее делаю. Я не просто не делаю чего-то плохого, я еще что-то хорошее делаю. То есть, во мне что-то хорошее есть. То есть, он себя идентифицирует на основании дел. мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорю, Боже, будь милостив ко мне грешным. Смотрите, этот человек, он даже не смеет глаза поднять, он даже не смеет посмотреть в сторону Бога, признавая свою греховность и свою негодность. Вот он сейчас по плоти себя видит ничтожно. То, что Павел говорит, нет во мне, то есть, плоти моей ничего доброго. Единственное, что ему остается, это уповать на милость Бога. Господь, мне нечего тебе представить, мне нечем тебе похвалиться, у меня нет никаких достоинств, у меня нет никаких позитивных там качеств, я просто уповаю на твою милость. Будь милостью, ко мне грешно. И Христос говорит, вот этот ушел оправданно, а не тот. Там в греческом оригинале звучит именно так. Здесь как-то по-русски перевели, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. То есть, этот более оправданным, тот оправдан, но менее. А в греческом тексте звучит так, что вот этот пошел оправданным в дом свой, а не тот. вот этот получил оправдание, тот, который признал, что в нем ничего хорошего нет. Дорогие, у нас по плоти, в нас самих по плоти ничего хорошего нет. Если у тебя в жизни есть благословение, если у тебя есть какие-то дары от Бога, если у тебя какие-то милости от Бога, благодари Бога, это не твое, это Его, Он дал тебе. Пойми, что все твое это Его, и тогда ты увидишь, что все Его это твое. Аминь. Пусть Господь благословит. Продолжение следует...